Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, можно считать, что одна из функций фиксирована, а другая к ней будет приближаться. Но тогда понятно, что если, скажем, g сходится даже в каком-то так поточечном, скажем, или почти всюду к f, или даже по мере, то тогда распределение вот этих вот λg-1 будут слабо сходиться к распределению λf-1. Но вопрос... Если рассматривать это как вероятностное пространство с вероятностной мерой λ, то это просто f и g случайные величины. Ну и тогда это хорошо известный факт, что есть слабая сходимость. Ну, если рассмотреть расстояние по вариации, то ситуация существенно меняется, потому что... Ну, даже когда, скажем, там равномерные, даже когда они там гладкие, то понятно, что можно построить примеры, когда, скажем, у распределения λf-1 есть плотность, а вот эта мера почти сингулярная, или, скажем, становится все более и более сингулярной. Так что это расстояние вовсе не обязано стремиться к нулю. Ну, простейший, наверное, пример, когда вы возьмете в качестве функции f f от x равно x, а тут вы возьмете что-то вот почти ступенчатое. Тогда соответствующее распределение у λg-1 будет сосредоточено вот в значительной массе, вот в этих точках, где ступеньки. Ну, и понятно, что расстояние по вариации будет... не может быть маленьким. Ну, вот откуда возник интерес к этой задаче? Дело в том, что, значит, вот уже порядочно время тому назад рассматривали вместе с Галей Мартыновой, которой сейчас нет с нами, задачу такого типа в ситуации, когда мера λ заменялась на гауссовскую меру, ну, скажем, там, а сигма квадрат, а функции f и g были полиномы. f от x, сумма, а ката, x в ката, 0,2, m, g от x, b ката, x в ката, 0,2, m. Полиномы одной степени. Ну, и вот если коэффициенты b ката и близки коэффициентам а ката, полиномы равномерно близки, и уж для полиномов-то все-таки должно быть все более-менее прилично. Ну, и вот была получена такая оценка. Значит, пусть мера λ заменилась на меру p, п, кауссовская мера. Значит, вот чтобы... Давайте через дельта обозначим вот... Нет, не это. Это расстояние по вариации pf-1, минус pg-1. Ну, вот это не превосходит некоторые константы, которые имеют некий абсолютный вид, то есть зависит только от m и от полинома, фиксированного полинома, от одного из двух, от f. А здесь будет а0 в степени минус 1 на m, и дальше дельта в степени 1 на m, где дельта – это максимум модуля АК минус БК. Вот расстояние между полиномами. Вот такая оценка. И на самом деле довольно легко понять, что вот эта степень 1 на n, которая здесь появляется, ну, вот это оптимальная степень, лучше не может быть. Значит, а в свою очередь интерес к этой задаче был связан вот с чем. Если оценка такого типа получена, то тогда можно получить расстояние по вариации между распределениями кратных стахастических интегралов Винера и Ита, и, ну, грубо говоря, получится оценка, которая в точности зависит от 1 на m. Значит, вот что можно написать. То есть если А0 равняется 2, тогда тогда это все не 0? Нет, А0 я предполагаю, что не 0, потому что задача будет некорректно поставлена. Все-таки полином должен быть m-той степени. Вот, и поскольку я выделяю полином, первый полином, то я, естественно, предполагаю, что... Вот я нехорошо написал. Здесь нужно в обратную сторону, естественно, здесь... А, m-той. Должен стоять коэффициент при максимальной степени. А m равно не зависит? Нет, 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 нет. Вот, все уходит вот сюда, и в константу, в конечном счете. Так вот, в случае... Значит, если речь идет о распределениях этих самых кратных интегралов, вот давайте их как-нибудь обозначим. p и m от f. Теперь уже f и g это, так сказать, те... Есть у вас исходные задачи, вспоминанные, все будет в РД, скажем. Нет, вспоминанные, тогда и кто, наверное, может получить какие-то нерадостные? Ильдер Анатольевич, я об этом чуть-чуть позже скажу. Можно получить, наверное, но эта задача становится гораздо более сложной. И это, на самом деле, открытый вопрос, потому что я не знаю точного результата на эту тему. Но то, что я сегодня буду рассказывать, я буду рассказывать про одномерный случай. Но метод может быть полезен, и понятно, что некий результат можно сформулировать и для многомерного случая. Но вот там есть некие условия, которые надо проверять. Вот в одномерном случае их можно проверить, а в многомерном случае, ну, я не знаю как. Ну, так вот, если мы возьмем эти два тратных интеграла, здесь G, то тогда расстояние по вариации не превзойдет некой константы на норму разности F-G, норму разности, в L2, в степени 1 на M. То есть в точности та же самая степень. Значит, вот так вот. Значит, было, если я ничего не понял, то вот сказано, что константа C зависит от полинома F. Ну, в первой задаче да. А вот в этой? В этой задаче, ну, она... Сейчас я уже не очень хорошо попы... Вот здесь ты эту имеешь в виду. Вот это? Потому что если зависит, тогда зачем выделять аренду все какие-то... Вот так вот так. Значит, хорошо. Я сейчас уже не очень хорошо помню. Это было 30 лет назад, поэтому, кроме того... Соответствующий текст практически недоступен, потому что он содержится в диссертации Галли, значит, и где-то в библиотеке Горьковской есть, но доступа у меня туда нету, пока что, по крайней мере. Возможно, что вот это выделение говорит о том, что константа M, константа C уже больше не зависит от полинома, а зависит, может, только от M, от размерности. От размерности она, естественно, будет зависеть. Вот. Правильно ли это, по-прежнему, на самом деле? Потому что если, грубо говоря, считать, что это уже монотонные, то что будет? L1-норма производной обратной функции. Это ровно то, что и написано. Ну, вот это, конечно, связано с этим. Ну, вот. Значит, я вернулся к этой задаче в связи с некоторой беседой с Иваном Нурдиным, который с помощью... Да, значит, я все-таки скажу сначала несколько слов о том, как это было получено. Значит, доказательства вот отсюда сюда, это более-менее... Значит, я об этом не буду ничего говорить. А вот как получить саму оценку для полиномов? Ну, в общем, это была такая ручная работа. Нужно было разбивать все на кусочки, и на каждом кусочке отдельно выписывать явно выражения для плотности образа меры, сравнивать их. В общем, такая довольно муторная деятельность. Но в конечном счете, которая привела вот к такой оптимальной оценке. Так вот, сравнительно недавно, несколько лет назад, Иван Нурдин получил оценку, используя такие очень мощные методы исчисления Малевена для расстояния по вариации между распределениями полиномов. Но у него здесь вот возникла единица на 2 м, что, в общем-то, много хуже. И он, зная этот результат, он стал задавать вопросы, как вот вы это сделали. Я ему пытался объяснять, но он так и не поверил, вот сомневался. Потому что доказательства, полное доказательство, на самом деле, оно так вот, как я сказал, содержится в диссертации, но нигде больше не опубликовано, хотя и анонсировано. Ну вот, я стал размышлять после разговора с ним. И, конечно, вопрос уже поставил для себя следующим образом. Хотелось бы получить все-таки, ну, какой-то более-менее общий, ну, не метод, но прием, чтобы можно было вот это расстояние по вариации как-то оценивать. Значит, в чем проблема основная? Давайте посмотрим сюда. Дело в том, что, значит, как вообще вот этот самый образ меры возникает? Вот у вас есть мера вот здесь. Можно представлять себе, что мы эту меру сначала пересаживаем на график функции. Понятно, здесь у нас есть биекция, значит, вот мы ее подняли сюда. Значит, одна мера возникает на этом графике, другая на этом. Ну, и видно, что эти меры, даже когда графики близки, они сингулярны, как правило. И близость образов мер возникает только за счет, только после проектирования. Ну, вот как можно бороться с вот этим эффектом сингулярности? Значит, идея такая, что вот давайте попробуем как-то вот размазать вот эту меру, которая на графике сидит, вот, получить какую-то меру на плоскости. Одну и вторую. И когда они будут размазаны, вот тогда уже их можно сравнивать по вариации. И тогда уже после проектирования мы получим тоже оценку. Вот эта идея будет реализована. Она сводит исходную задачу к более простой задаче. Вот я объясню потом, какой. Но она не дает оптимального результата. Но, как мы увидим чуть позже, для полиномов, для полиномов здесь получается асимптотически правильный порядок. То есть, когда м стремится к бесконечности, вот, будет то же самое, что и одна м. Ну, хорошо. Давайте я сформулирую теперь результат. Основная теорема. Давайте будем считать, что исходная мера. Значит, у нас есть случайная величина х. И исходная мера – это распределение случайной величины х. Значит, вот P – это Pх. Ну, тогда образ этой меры под действием F и G – это просто распределение случайных величин. F от х и G от х. Дальше. Ну, давайте предположим следующее. Предположим, что первое. Расстояние по вариации между распределением F от х и распределением сдвинутой F от х плюс U не превосходит некоторые константы, зависящие от F, на модуль U в некоторой степени альфа. Это первое. Второе. Аналогичные условия для G. То есть можно брать степени разные, но все равно в конечном счете вылезет только одна, так что можно считать, что одинаково. Так, ну и третье условие. А, нет, третьего не надо. Тогда распределение, тогда расстояние по вариации между F от х и G от х не превосходит некоторые константы на норму F минус G 1 в степени альфа на альфа плюс 1. Константа C в качестве константы C, ее можно выбирать разными способами, зависит от выбора некоторой вспомогательной меры. Значит, это CF плюс CG, умноженное на математическое ожидание модуля некоторой случайной величины, плюс корень квадратный из π пополам. Значит, а ν – это стандартная гауссовская величина. Значит, повторяю, что на эту константу я просто выписал ее для порядка, но на самом деле, значит, вот это связано с тем, как выбирать вот это размазывание графиков, вот той меры, которая сидит на графиках. Я здесь выбираю гауссовское распределение возникнет, и за счет этого возникает такая константа. Ну, я думаю, что на самом деле можно это гауссовское распределение заменять и другим, в частности, равномерным, значит, там константа будет выписываться по-другому. А эти не равны 1 и 2? Нужны и для всех, и для маленьких, и для последствий. Ну, Ильдар Адоныч, расстояние по вариации не превосходит двойки всегда для вероятностных мер. Поэтому, конечно, это за счет выбора константы, если вы имеете при маленьких уток, и дальше тоже будет так. Так. Альфа – какое-то положительное число. А это же тоже опять из них один, да? Нет, 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 нет. Здесь вероятностная мера распределения случайной величины х, какая-то вероятностная мера. То есть, вот эта норма, как бы, она не смысла, когда норма у них разности конечных, как получается, ну, интеграл. Ну, да, конечно, предполагается, что функции F и G из L1. На самом деле, опять-таки… На самом деле, можно, я сформулировал этот результат только для нормы L1, на самом деле, можно и норму менять. Ну, вот, теперь первое замечание. Значит, понятно, что вот эта вот величина известна, значит, я могу выписать для нее точное значение, но это тоже не так уж интересно. А второе замечание связано как раз вот с вопросом Эльдара Абдуловича, что понятно, что поскольку расстояние по вариации не превосходит двойки, то вот здесь, в правой части, можно поставить минимум из двойки и вот того, что написано. Так. А эти константы от величины х не зависят от цели? Что-что? Константы цф и цж от величины х случайно не зависят? Нет, нет. Константы… Ну, Дима, дело в том, что, видишь, здесь же х участвует, так что в каком-то смысле все-таки цф и цж зависят от х. Я не могу сказать, что они полностью не зависят от выбора. Максимальная степень правой части – это, в общем, одна вторая часть. Больше альфа без единицы будешь никак не может. Соответственно, это правильно, что порядок? Какой есть цель-1? Я же сказал, Наташа, что это не оптимальный вариант. Вот для гауссовского случая мы не получим здесь единицы на m. Мы получим немножко худший результат именно за счет того, что… Ну, вот, это уже дефект метода. Но зато, как мы увидим, этот метод работает не только для полиномов, не только для гауссовских полиномов, но и, скажем, для трагенометрических полиномов. И понятно, что можно что-то сделать, что-то, по крайней мере, написать аналог этого результата для многомерного случая. – А о самом P вы что предполагаете? – О самом P, что я предполагаю? Сейчас я скажу, что я предполагаю о самом P. Ну, во всяком случае, ничего. – Ничего. – Ничего, да. Просто какая-то мера. Понимаете, дело в том, что, Эльдор Анатольевич, свойства P на самом деле, вот они спрятаны в условии 1 и 2. – На самом деле, вам P не нужно, а P и P, и P, и P от X. – Ну, да, да. Теперь, прежде чем доказывать, я хочу объяснить, что вот эти условия 1 и 2 на самом деле это условия, вот того же, не условия, а это условия на близость двух распределений. Значит, вот у нас есть функция F, если вернуться на интервал 0,1, просто для того, чтобы рисунок выглядел покомпактнее, то второе распределение – это же просто сдвинутое. Вот у нас функция F от X сдвигается на U, и тем самым что происходит? Если нарисовать, скажем, предположим, что у нас есть плотность распределения F от X, вот где-то здесь, вот есть какая-то плотность. Ну, давайте так вот нарисуем, вот в таком виде. Предположим, что есть такая плотность, то тогда у второго распределения эта плотность просто сдвигается, вот так. И эта задача, конечно, много проще, чем исходная. Так что фактически проверка вот этих условий 1 и 2 – это на самом деле работа, ну, вот такого же типа, как и в исходной задаче, но в более простой ситуации, когда вторая функция – это просто первая сдвинутая по отношению к… Сейчас, товарищи, соображение однородности, эта оценка выдерживает, если F мы заменим, ну, F мы можем на какую-то константу, и J – то же самое. Тогда понятно, что вот… Нет, ну левая часть тогда не изменится. Левая часть не изменится. В правой части вылезет, да. А в правой части вылезет, да. 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 Ну что, давайте сначала докажем. Доказательство не слишком длинное, а потом уже можно будет посмотреть, как это применяется к конкретным функциям F и G. Значит, доказательства. Доказательства. Вот что мы сделаем. Давайте, значит, вот я использую то обозначение, которое там, n – это, значит, стандартная гауссовская величина. Ну, а мы ее чуть-чуть подправим. Выберем некоторый множитель σ, который будет окончательно выбран позже. Ну, и дальше сразу мы напишем, что вот эта вот самая дельта, которая нас интересует, не превосходит. Это чистое неравенство треугольника, ничего больше. Значит, P f от x минус P f от x плюс ξ. Да, я предполагаю, что ξ не зависит от x. Не зависит от x. Плюс P f от x плюс ξ минус P g от x плюс ξ. Я буду опускать индексы, вариации. Другой нормы здесь у нас по отношению к мерам не будет. Ну, и последнее, третье слагаемое P g от x плюс ξ минус P g от x. Вот, пусть будет дельта 1 плюс дельта 2 плюс дельта 3. Вот три слагаемых. Значит, вот смотрите, видите, вот эта вот добавка независимая, вот она и размазывает нашу меру, которая сидит на графике по плоскости. Ну, давайте оценивать. Начнем с дельта 1. Значит, вот дельта 1, вот это вот самое расстояние. P f от x минус P f от x плюс ξ по вариации. Ну, понятно, как это делается. Просто рассматриваем при условии, что зафиксируем ξ, а потом проинтегрируем. Значит, это будет интеграл по R. Расстояние по вариации P f от x минус P f от x плюс u. Вот, а тут дальше будет распределение ξ, d, u. А, тогда что означают эти палочки нормы, если там стоит случайная величина? А, это же распределение. Я применяю только к вероятностным, к разности в данном случае вероятностных трех. Ну, тогда, если вот у нас есть та оценка, мы получаем, значит, что же мы получаем? Мы получаем здесь c f и интеграл модуль u в степени альфа по вот этой самой P x d u. Ну, и это не превосходит, если окончательно все выписать, не превосходит c f сигма в степени альфа на математическое ожидание модуля n в степени альфа. Так что, выбирая сигмы достаточно малым, мы получим приличную оценку для дельта 1. На самом деле, ровно то же самое годится для дельта 2. Ничего не меняется, только константа c f заменяется на c g. Значит, дельта 2 не превосходит... Сейчас, прошу прощения, дельта 3, да. Дельта 3. Дельта 3 c g и дальше... Это сигма в степени альфа, математическое ожидание n в степени альфа. Так, остается... Самое сложное – это оценка дельта 2. Дельта 2 – это вот расстояние по вариации P f от x плюс кси минус P g от x плюс кси расстояние по вариации. Значит, здесь вот что нужно сделать. Давайте рассмотрим... Вот я буду большие буквы использовать P и Q. Это распределение в R2 случайных векторов таких. Значит, P – это вектор x, f от x плюс кси. Этот вектор. А распределение Q – это вектор, соответственно, x, g от x плюс кси. Тогда понятно, что вот эти распределения, они возникают просто проектированием вот этих распределений на одну из осей. Ну и при проектировании ясно совершенно, что... Значит, вообще при любом отображении измеримом, если у вас есть какая-то знаковая мера, то расстояние... норма по вариации может только уменьшиться. Поэтому мы сразу получим, что вот это все не превосходит расстояние по вариации между вот этими мерами. Между вот этими мерами. А это расстояние по вариации, если использовать теорему Фубини, можно расписать в виде интеграла. Ну, 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 в виде интеграла. И это будет интеграл по R. Расстояние по вариации P, f от x, x маленькая, плюс кси, минус P, g, x плюс кси. И по распределению xа. Распределение xа у нас... А, вот Px. Px dx. Ну, просто-напросто, смотрите. Представьте себе, что у вас есть плотности совместные. Тогда расстояние по вариации – это расстояние в L1 между плотностями. Это интеграл по плоскости от разности этих плотностей по отношению к мере Лебега. Ну, и используя теорему Фубини, легко понять, что вот такое равенство имеет место. Ну, замечательно. Это самый сложный переход, потому что остается оценить вот это расстояние. Ну, что же это такое? Посмотрите. Значит, здесь у нас есть две случайные величины. Это кси плюс f от x и кси плюс g от x. Значит, это кси имеет гауссовское распределение с параметрами 0 и сигма квадрат. Так, кси имеет гауссовское распределение 0 и сигма квадрат. Значит, первая величина будет иметь среднее f от x, и вот будет плотность гауссовская. Вторая величина будет иметь среднее g от x, а форма будет та же самая. То есть просто сдвинутая гауссовская плотность. Ну, и как оценить расстояние по вариации между такими распределениями? Это интеграл от модуля разности этих двух плотностей. И геометрически понятно следующее, что это вот сумма двух площадей. Вот то, что мы здесь видим. Но вот здесь это не нужно. Ну, и понятно, что вот это самое расстояние по вариации f от x плюс кси минус g от x плюс кси оно не превзойдет чего же. Вот максимум, максимум, который равен единице на сигма корней из двух π и умноженное на вот эту величину сдвига. Ну, с двойкой. Только два раза нужно взять. Значит, здесь будет двойка. А величина сдвига – это как раз модуль разности между f и g. f от x минус g от x. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Да, так подожди секундочку. Я же говорю про распределение случайных величин. Ну, это же вероятностные меры. Вот, кси… Но все равно оно случайно. Кси, если эти аргументы, а не было, не важно. Нет, так подожди. Смотри, что здесь написано. f от x не случайно. Значит, это кси плюс f от x. Случайная величина. Написано распределение этой случайной величины. А здесь второе распределение другой случайной величины. Вот первая случайная величина. Вот вторая. Ну, и, значит, что же здесь получится? Получится интеграл по r с некоторой константой, с вот этой. 2 на сигма корней из 2p. f от x минус g от x. По распределению случайной величины x. 2x. Ну, вот это почти то, что нам нужно. Собственно, практически. Возможно, что я... На этом кси вообще, говоря, могли вместо кси выбирать, вместо каоса выбирать и разные другие вещи. Да, конечно. Какая-то плотность. Так вот, выбор каоса, это лучший выбор? И может быть, это лучший выбор? Я не знаю. На самом деле, я думаю, что по порядку получится одно и то же. Будет выбор распределения той случайной величины, которая осуществляет смесь, он будет влиять только на константу. Ну, вот это двигается не к той формуле, которая заявлена. Ну... Что расстояние между L и L1... Сейчас, Миша. Да, да, да. Расстояние я нехорошо... Надо уточнить. Значит, здесь L1... Мат ожидания. Сокзалом стоит мат ожидания. F от x минус G от x. Ну, да. Это оно и есть. Давайте теперь там на неправильном. Ну, давайте вот здесь напишем. Это мат ожидания. F от x минус G от x. Ну, вот в степени... Альфа, альфа плюс 1. Ну, вот. Значит, теперь что же у нас получилось? Давайте соберем... Все-таки это вот последняя оценка у него понятия. Значит, площадь вот зашликованная оценивается как максимум на расстоянии. Андрюш, ну, смотри. Вот у тебя есть две плотности. Причем плотности такие унимодальные. Это не обязательно гауссовские. Вот одна плотность. Так. Ты ее немножечко сдвинул. Может быть, и множечко. Неважно. Значит, и ты вычисляешь интеграл от модуля разности этих двух функций. Значит, геометрически что же это такое? Это вот площадь вот этой части плюс площадь вот этой части. Ну, как посчитать эту площадь? Вот у тебя есть максимум. Ну, вот это то, что принцип в кавальере. Значит, вот посчитай это как интеграл от нуля до этого максимума от вот этих вот длин. А эти длины все не превосходят величины сдвига. Их надо удвоить. Вот и возникает такая оценка. Двойка, дальше максимум и разность f от x минус g от x. Значит, что же мы получили в результате? В результате мы получили вот что. В результате получается следующее. Что это все не превосходит. Значит, вот cf плюс cg на вот эту величину. Сигма в степени альфа над ожиданием ню в степени альфа модуля. Плюс вот то, что там вы видите. Значит, вот это 2 на корень сигма корней из 2 пи. И f от x на вот эту вот величину. Давайте все-таки писать просто норма f минус g 1 Помню, что это вот это. В первой степени. В первой степени. Ну, теперь понятно, как нужно выбирать. Теперь надо выбрать сигма так, чтобы вот эти два члена были бы одного порядка. Значит, если мы возьмем в качестве сигма Возьмем вот норму f минус g 1 в степени 1 на 1 плюс альфа Как раз и получится один порядок и мы получим то, что там написано в результате. А мы должны константы утилизировать, Потому что если ты не оптимизируешь константы, тогда получается то, что Наташа взмутила, что оценка неоднородная. Ну, да, можно еще и константы оптимизировать. Совершенно верно. Ну, в данном случае я хотел просто объяснить, что вот таким простым способом можно получить оценку, которая, в общем, ну, не слишком плохая, скажем так. И, кроме того, что еще можно заметить, что на самом деле одномерность распределений вот f от x и g от x, она здесь не так существенна. Значит, если у нас имеется многомерная ситуация, ну, просто там все сложнее, там вот проверка вот этих условий 1 и 2 становится сложной. Нет, тут условия 1 и 2 никакие-то вообще проблематичные. Если у нас первозрывная, первозрывная, при небольшом сдвиге могут они быть симуляренными, мерами, и какая там вариация. Ну, попадает в лакуи, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Андрюша, ну, конечно, конечно. Конечно. Но, понимаешь, вот в случае полиномов так не получится. В случае полиномов так не получится. В случае тригонометрических полиномов тоже все хорошо оценивается. И более-менее понятно, как выделить класс аналитических, скажем, функций, для которых тоже это может быть проверено. Ну, вот это может быть... Ну, можно и сейчас начать эту деятельность. Георгий, еще одно замечание. Да. Не хочешь констанцию? Почему я не хочу? Ну, вот я так чувствую. Нет, я... Миша, я просто тебе честно скажу, что я... Но все-таки оценка должна быть такой, что если CF равно нулю и CG равно нулю, то хорошо бы, что... Что... Ну, я согласен, согласен, согласен. Я подумаю относительно оптимизации по константе. Ну, а что? Ну, да. Разве сигма оптимизируется? Почему будет констанция? Ну, конечно. Я могу просто сказать, что я на тему об оптимизации я не думал. Мне важен был порядок. То есть, я имею в виду, а как это было сравненность? Они не могут в этом смотрим. Я просто хотел сказать, что константы цель, эти константы должны быть мультипликативными. А не один. Ну, конечно, ситуацию реальную, при которой, когда мы сдвигаем меру и расстояние по вариации не меняется, это довольно трудно, наверное, представить. Просто если F, если F это константа, и GF это константа? Если F это константа, ну, тогда у тебя после сдвига расстояние будет равно двойке. Так что, нет, 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 не так все. Ну, хорошо. Я думаю, что вот как раз до перерыва можно или сейчас сделать перерыв, или я еще сформулирую... Я могу сформулировать некоторые достаточные условия для того, чтобы проверять условие 1. Ну, условие 2 ровно такое же, как 1. Так что можно говорить об условии 1. 1. 2. Кер style. Ну вот, первый вариант, такой предварительный. Предположим, что функция f задана на отрезке А, В. С значениями В1. И предположим, что она выпуклая и возрастающая. И возрастающая. Вот. И предположим, что вот в точке А, f от x минус f от А, ведет себя таким регулярным образом, эквивалентно некоторая константа d на x минус А в степени m. При x, стремящемся к А. Ну вот, ведет себя таким степенным образом. Ну, вот А. Я хочу сразу сказать, что если функция на нашем ограниченном интервале А, B, что ее производная не обращается в ноль, ну тогда оценку легко написать при сдвиге, потому что есть плотность, эта плотность будет ограничена, и там проблем не возникает. Проблемы возникают именно из-за того, что тогда, когда у функции есть производная, и тогда у плотности образа меры в соответствующей точке возникнет особенность. Ну вот, нужно следить за тем, что там происходит. Ну вот, если особенность такого степенного порядка, то вот тогда, да, и возьмем в качестве меры P, в качестве меры P, P, Px, возьмем Лебегову меру. В принципе, мы не обязаны предполагать, что эта исходная мера, она вероятностная. Ну понятно, что это не сильно влияет на суть дела. Значит, вот возьмем Лебегову меру. Ну вот тогда вот эта самая дельта Ату, давайте обозначим. Дельта Ату не превосходит 2С, зависящая от F, на У в степени единицы на М. Ну и можно выписать эту самую константу F. Она действительно определяется, она зависит от размерности. Есть Д в степени единицы на М. Ну и дальше некоторый агрегат, связанный только с функцией F. Это вполне естественная оценка, ничего тут сложного нет. Просто поскольку, ну представьте себе, что мы имеем дело с чистой функцией, представимся на секунду, что эта ситуация такая, что точка А это 0, и что здесь мы имеем дело просто с функцией х в степени М. И тогда ясно, что происходит. У нас плотность явно выписывается, она будет иметь особенность в точке 0 образа меры. И при сдвиге вот у нас возникнет примерно такая же ситуация, как с гауссовскими плотностями. И понятно, что расстояние по вариации оценится вот вот этой удвоенной вот этой площадью. Это приведет как раз к оценке порядка У в степени единицы на М. Ну вот, давайте сделаем перерыв. После перерыва продолжим. В таком достаточном условии можно расширить и получить такое утверждение, которое на самом деле более приспособлено к реальной ситуации. Значит, то же самое. Ф выпуклое, возрастающее. выпуклое, возрастающее на АБ. Все-таки значит, вот здесь так легко все получается за счет того, что исходная мера мера Лебега. Вот если она имеет плотность, то значит, чуть-чуть сложнее. Нужно но результат будет аналогичный. То же самое. Ну, тем не менее, Эльдар Абдулевич, удобно сначала сделать для меры Лебега, а потом переходить к плотности. То же самое условие. Вот эта звездочка в точке А выполнена звездочка. А мера П теперь мера П вот она конечная мера, имеющая плотность П. И эта плотность, скажем, удовлетворяет условию Лепшица. на х минус у. Ну, вот тогда справедливо аналогичные условия, но, конечно, с заменой константы, которая там, а именно двойки, на более хитрую константу, которая зависит от Л, зависит от максимального значения плотности П. Ну, вот можно выписать. Значит, тогда дельта от У не превосходит 3А. А это вот максимальное значение плюс Л на длину отрезка В минус А. Потом идет ЦФ, то самое, которое там у нас было. Ну, и дальше У в степени единицы на М. Вот. Идея доказательства более-менее понятна. Тут некая техническая деятельность, ничего особо сложного нет. Так что суть дела я объяснил на картинке со степенной функцией. Давайте перейдем к приложениям. Что можно получить отсюда для полиномов? Давайте рассмотрим сначала обычные полиномы. значит, да значит, итак, F от X это G от X второй полином от 0 до M полинома. Ну, поскольку я хочу применить эту основную теорему, значит, про второй полином можно пока забыть. Давайте рассматривать один полином и посмотрим, что происходит, вот как проверить это условие 1. для полинома что же значит, понятно следующее, что можно всю прямую разбить на куски, где на каждом из этих кусков наш полином будет либо выпуклый и возрастающий, либо там вогнутый, что, в общем, с точки зрения приложения достаточных условий на самом деле одно и то же. Вот. И на каждом куске значит, более-менее понятно, что условие вот эта звездочка будет выполнена, потому что и вот это самое показатель m будет как раз в точности равен, ну, не больше, чем степень полинома. Кратность нулей производных здесь играет роль. Правильно, кратность, совершенно верно, но эта кратность не может быть больше, чем это. Нет, конечно, глобальная оценка для всех полинома вообще. Да, 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 безусловно, конечно, кратность нулей. Вот это же условие как раз и можно сформулировать таким образом. Вот. Ну, а если говорить более точно, то чуть-чуть, значит, что мы тогда получим? Мы получим, если вот все аккуратно проделать, мы получим, что дельта от у, дельта от у, вот оно имеет порядок как раз у в степени единицы на м. Для сдвига все хорошо получится, получится оптимальная оценка. А, значит, тем самым альфа должно, мы должны взять единицы на м. Ну, и тогда окончательная оценка альфа деленная на альфа плюс 1 значит, превратится во что же? Превратится вот в единицу на м плюс 1. Ну, это, конечно, хуже, чем единица на м, но асимптотически это при больших м. Наташа, но на самом деле вот это так и делается. Вот проверка этих условий именно таким образом и делается. Так что тут почему ты говоришь не проще ли? Вот именно так и делается. Совсем просто и понятно, хорошо. Ну, во всяком случае это лучше, чем единица на 2m. Так. Да, это для полиномов. Да, значит, и еще одно замечание. Дело в том, что нужно предполагать о распределении случайной величины х. Значит, вот когда это распределение гауссовское, то смотрите, у нас ведь даже когда мы рассмотрим самый правый ноль, там, где производная обращается в ноль, потом у нас функция, скажем, если коэффициент амтф положительно, она будет расти. И как оценивать на этой полупрямой все? Ну, надо будет оценивать с учетом того, что плотность нашей распределения х быстро убывает. Вот видите, здесь участвуют некоторые константы Липшицева и А. И если применить это, разбить прямую на объединение конечных интервалов, на каждом из интервалов написать такую оценку, то за счет того, что вот эти выражения будут быстро убывать для гауссовской плотности, то дальше при суммировании получится то, что надо. Ну, и понятно, что на самом деле, конечно, гауссовость здесь уже не совсем причем, а достаточно наложить условия на достаточно быстрое убывание плотности в случайной величине х. Хорошо. Так что вот получается немножко хуже, чем в оптимальном случае, но все-таки не слишком плохо. Ну, давайте рассмотрим теперь тригонометрические полиноны. А, в детальном было, так говоря, это х просто равномерно, равномерно. Что-что? Нурдина была другого. Нет, 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 у Нурдина я не видел у него результатов в такой постановке. Если здесь положить х равномерное, то у него как раз будет формировка Нурдина, правильно? Нет, 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 нет. Результат Нурдина относится к кратным интегралам Винераита. Это то, что можно вывести отсюда. Вот та оценка, о которой я говорил, что если здесь есть оценка с показателем единицы на n, то она же получится для расстояния по вариации между распределениями кратных интегралов. У Нурдина оценка единицы на 2m. Вот там. А про полиномы он использовал совершенно другую технику. У него тригонометрические полиномы. Давайте рассмотрим случай, когда f от x это и есть сумма АК косинус x плюс БК синус x ОК от 0 до M ну, G от x Кх, конечно, прошу прощения. Кх и здесь Кх. Скажем, СК косинус Кх ДК синус Кх. Вот два таких полинома. Два таких полинома. Ну и понятно, что все упирается в оценку кратности нулей таких тригонометрических полиномов. Ну, значит, можно проверить, что вот эта кратность не больше, чем M-1. значит, я могу рассказать, как это делается. что достаточно проверять ситуацию, когда рассматривать производные в нуле. как D-1. Так. Если я возьму единицы минус косинус, кратность будет может 2, а минус 1 все? Нет. Вот единица минус косинус, там у производной корень однократный, а здесь получается ноль. У вас нет. Все, какие-то членов ряд, количество членов полином я должен там конфигурировать. Производный. Спасибо. Давай посмотрим. Если мы начнем вычислять производные в нуле, если мы начнем вычислять производные в нуле, что у нас получится? Мы придем в конечном счете вот к такой системе уравнений. k bk равно нулю от единицы до n. Можно считать, что а нулевое равно нулю. Дальше. сумма k куб bk тоже равно нулю и так далее. И сумма k в степени 2 m минус 1 bk равна нулю. Значит, одна система и вторая будет такая. k квадрат сумма k квадрат ak единицы до n и так далее. Сумма k в степени 2m ak единицы вот условия, что у нас давайте так. Сейчас, одну секундочку. Давайте здесь возьмем n и рассмотрим ситуацию, когда мы хотим понять, что означает, что у нас m производных равны нулю. Тогда вот у нас здесь будет участвовать сумма до n сумма до n а степень будет определяться 2m. Вот. Ну и что можно сказать о том, когда эта система... Значит, если такая система имеет решение, значит, bk-ты и ak-ты... Я рассматриваю только первый полином, естественно. Значит, ak-ты и bk-ты это... неизвестные в этой системе. вот для того, чтобы производные обращались в нулю, нужно, чтобы эти системы имели решение хотя бы одно. Так ведь? Вот. Ну, давайте рассмотрим ситуацию, когда m равно n. В этой ситуации определитель, определитель, вот, скажем, первой системы будет выглядеть следующим образом. Давайте его напишем дельта 1. Значит, он будет выглядеть так. n равно m. 1 в степени 2m-1 и так далее n. ну и понятно, что это то же самое. Смотрите, отсюда можно вынести двойку, потом тройку и так далее. Получится, что это n-факториал, а то, что останется, это будет определитель Вандермонда. Вот. 1, 2 и так далее. n. И этот определитель отличен от нуля. Как известно, определитель Вандермонда, он не равен нулю. Значит, при m, равном n, эта система имеет решение. Значит, она будет иметь решение и при любом меньшем числе. Вот. Значит, что же это значит? Это означает, что... Только подождите одну секундочку. Сейчас, Наташа. не надо, есть степень и x. А куда идти? У него известное число кормит. Максимально. Можно смотреть на это как значение обычного полинома в зерновом округленности. Вот. Ты берешь, выражаешь косинус и синус через е степень. Я понимаю, да, можно так. И если высокую степень выносишь и остается обычный совершенно полином в степени двоя минус один. Только мы на него смотрим на окружность. Ну, не знаю, мне казалось, что таким путем это должно получаться проще. Вот. Но при этом все-таки двоя минус один как-то не получается. Ну, да, вот про косинус это хорошее замечание, конечно. А 0 не равен нулю костинус. Нет, но я могу всегда сделать сдвиги и свести все к ситуации, когда достаточно рассматривать все в нуле. Вот. Ну, хорошо. Собственно, это не в данный момент не так уж существенно. То есть важно, что есть некое число, зависящее от m, возможно, это 2m-1, которое дает максимальную кратность нулей этого полинома. И, соответственно, дальше... А дальше все то же самое применяется и получается соответствующая оценка такого же типа, но повторяю, что опять-таки не оптимальная, конечно. Ну, хорошо. Значит, теперь я все-таки хочу вернуться к некоторым комментариям. Значит, вот первый комментарий это относительно многомерного случая. Но в многомерном случае непонятно, как получать достаточные условия, как проверять условия 1 и 2. Вот у нас есть некая функция двух переменных, вот мы ее сдвигаем, и как проверять, что... как оценивать расстояние по вариации, это не совсем ясно. Даже для, скажем, полиномиальных отображений. Но почему у вас гадит негатив? Вот у вас исходный гадит, почему негатив? Нет, формально, формально все... Вот если... если есть, если есть оценки 1 и 2, то дальше все работает. Вы не можете получать 1 и 2? Да, да, именно в этом все делаем. Ну, не то, что я не могу... Ну, я не умею, скажем так. Вы должны ли то? Ну, почти, да. почти одно и то же. Ну, собственно, вот на этом можно и закончить. Так что... Ну, это же, можно понять полиномок, что они там будут зависеть, а степени полиномок строить. А эти лабора, для полиномок, она точная, да, там 1,9, да, она не нужна. Да, нет, она не улучшаема. А как это... Ну, для конкретных полиномов может быть и лучше. Как же он на том... Ну, просто, Эльдор Абдулевич, представьте себе, что ваш полином это просто х в степени n. Вот и все. Нет, но х в степени n почему 1 на f степени? 1 на f степени будет. Там будет, там будет, там будет как раз... плотности х в степени 1 делить на m, а интеграл будет просто... Нет, плотность будет не 1 делить на m. А что там было? Там будет... Ну, 1 дитя и минус единица. Минус единица. И когда вы будете оценить, когда вы ее сдвинете и будете оценивать... Ну, сейчас как раз получится единица на m. А вы не полиномы берете, где она будет просто разность к х в степени. И какая-то константа, которая, конечно, будет зависеть от m. Я не совсем понял. Ну, если взяли два полинома, от х степени n, m и b от х степени n. Да. Тогда расстанье по вариации будет на плотность. Какие будут? Нет, для... Эльдор Абдулевич, понимаете, я не утверждаю, что для конкретных полиномов, что для любых полиномов, будет один и тот же порядок. Это понятно. Это легко понять, скажем. Если взять что-нибудь в духе х в кубе плюс х, например, то вполне возможно, что... Ну, вот когда... Там ничего не сделано. Конкретных полиномов может быть лучше. А это зависит именно от того, как там нули устроены. Какие еще вопросы? Ну, как просто так, все время вы спрашивали, так что. Да. Нет, это не забавно было получить для обменового сопротивления. И еще так, что у вас очень радовало, что вы сейчас должны у вас данные пленения для любых новых переменов получить. Нет, задача для... Многомерная задача, она действительно очень интересна, но... Там нужны другие, видимо, какие-то методы. Ну, а как делали... Как вы тогда с Мартыновой делали? С Мартыновой делалось все вручную. То есть, вот рассматривались отдельные куски, там, где полиномы наши хорошие, вот между нулями производной, между точками перегиба, так, чтобы на каждом куске полином наш был бы выпуклый, либо возрастающий, либо возрастающий, либо вогнутый, в основном, очень монотонный. И дальше все выписывалось... В этом случае можно выписать явную формулу для плотности образа меры. Ну, и дальше аккуратная оценка на каждом кусочке, потом все это нужно было собирать воедино. Так что... Нет, нет, это довольно муторное занятие. А мой вопрос. Вот в основной теореме там одномерность по существу? Я только что сказал, что нет. А, то есть вопрос только в оценке? Вопрос только в проверке условий 1 и 2. Ну вот из того, что я рассказывал, видно, что на самом деле одномерность здесь не так важна. Ну, ясно, что константы будут другие там... Нет, но это... Порядок такой. Еще вопросы? Или вы сказали, пожалуйста. Нет, ну, на то. Спасибо. Это интересный раз. Важно так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.